Замечательные слова, когда в сердце у человека мир всегда. Мир друг с другом, мир с Богом. Я думаю, это очень важно. Моё желание сегодня перед молитвой прочитать из Псалма 118, 109 стих. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона твоего не забываю. Это странный текст, да, братья и сестры, но факт, что душа моя, душа твоя, она постоянно в руке нашей. Мы привыкли, что наша жизнь в руке Божьей. Мы это слышим постоянно. Да, это так. Мы полагаемся на Его силу, мы полагаемся на мудрость Божию, на Его милосердие, порой долготерпение. И, конечно же, мы понимаем, что Бог – это любовь, которая совокупность совершенства. А фактически Бог дает нам полную свободу и право в выборе. И мы с этим соглашаемся. Бог говорит, избери жизнь или смерть, избери добро или зло. И мы эти слова слышим из Слова Божья. Господь говорит через Моисея во Второзаконии, 30 глава, 19 стих. Второзаконие 30, 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предлагаю я тебе, благословение и проклятие». И вот здесь вопрос. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Господь дает полное право каждому человеку выбора. От человека зависит, воспользоваться предлагаемым Богом спасением или не воспользоваться. Потому что Господь предлагает всем. Только человек может принять или отвергнуть то, что Господь предлагает. Я думаю, что основа духовного и телесного благополучия, она также зависит от нас с вами. Напрямую зависит от нас лично с вами. Давайте посмотрим некоторые выдержки из Священного Писания, которые говорят нам конкретно о том, о чем говорит нам сегодня Слово Божье. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Здесь нет никакого насилия. Добровольное. «Исследуйте Писание, смиритесь и вознесет вас. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Я думаю, что можно еще найти очень огромный большой список во всех, вот в этих выражениях из Священного Писания, которые говорят нам о том, что душа моя в руке моей. Я делаю выбор. Во всем мы видим, знаете, Божье предупреждение, потому что Бог постоянно предупреждает нас через Слово Свое. Знаете, на нашем жизненном пути Бог расставляет вот эти дорожные знаки для нас лично, для каждого из нас. Он в виде совета, в виде запрета, а может быть, заповеди. Господь постоянно делает это. Мы сегодня пришли для того, чтобы чему-то научиться. Я думаю, что соблюдение этих правил, они гарантируют нам нормальную жизнь. Соблюдение Божьих правил гарантируют нам, что мы будем в безопасности. Но мы делаем выбор. Посмотрите, что пишет нам Священное Писание и говорит. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга с закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Хорошее предупреждение. Книга Иисуса Навина, книга Исаия, 48 глава, 18 стих. «Ой, если бы ты знал, ой, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Притча, 4 глава, 20 стих. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». И ключевой стих, 23-й. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». «Сколько предупреждений и сколько повелений Божьих для того, чтобы было хорошо». Я думаю, что нарушение Божьих предупреждений – это наше бедствие, это трагедия в жизни нашей, когда мы нарушаем Божьи предупреждения. Прежде всего, это трагедия и бедствие в личной жизни, когда я лично сам не исполняю, нарушаю, постоянно изменяю что-то в своей жизни, не поступая по Слову Божьему, и в моей личной жизни проблемы. Проблемы с Богом, проблемы с ближними. И тогда это бедствие приходит и в семью, когда я не имею этого мира, когда я не имею правильного понимания Слова Божья, оно приходит в семью. В семье расстройство, там вражда, там ненависть, там разводы. Но тогда, когда семья неблагополучная, тогда и в обществе происходят проблемы. Когда каждая вторая семья неблагополучная, тогда проблемы и в обществе. А когда общество ненормальное, тогда общечеловеческая проблема. Мы видим эти войны, мы видим эту ненависть среди людей. Вот он источник. Господь говорит, что душа моя в руке моей. Я распоряжаюсь, как мне поступить, сделать правильно или неправильно. Во второзаконии Господь через Моисея в 28 главе 15 стихе говорит, я не буду читать, можете высветить на экране. Что если ты будешь поступать благоразумно, будет прекрасно. Но если ты не будешь поступать правильно, если ты не будешь исполнять законы мои, не будешь постановления мои, то придут на тебя и на дом твой вот эти сии проклятия. Господь перечисляет очень их много. Да, это великое бедствие, братья и сестры, тогда, когда мы на пути своем земном видим знаки Божьи, но мы их нарушаем. Это точно так же, как на дороге. Если стоят знаки, и мы их нарушаем, то очень часто приходят эти проблемы. И кто повинен во всех этих многих бедствиях, которые приходят? Конечно же, я думаю, что прежде всего это сам человек. Потому что он мало проявляет заботы о своей душе, мало проявляет заботы для того, чтобы было благополучие, для того, чтобы было здоровье его нормальное, для того, чтобы была будущность его нормальная. То есть мы делаем этот выбор, мы делаем эти решения. И по этой причине, поэтому приходят порой, может быть, и болезни, и приходят и инвалидность, и аварии, и конфликты, и ссоры, и, может быть, и вражда, и убийства, и войны, как мы сегодня видим. Все по этой причине, потому что человек не может контролировать и правильно поступать, делать выводы и делать уроки из жизненных примеров. Кто является сегодня жертвой нарушений заповедей правил и законов Божиих? Я думаю, что, как правило, жертвой становится не только нарушитель, который нарушает их, но и сотни и тысячи безвинных людей и даже детей, которые попадают в эту ситуацию. Один нарушает, а другие страдают из-за этого. Мы можем привести много примеров. Пример прошлого. Уже давно, может быть, кажется, забытый, но он на сегодня актуальный. Тот взрыв в Чернобыле, когда-то произошел похалатность людей. Люди сегодня там страдают. Люди сегодня не могут ничего сделать, потому что кто-то допустил неправильное отношение, кто-то был несерьезен в работе. А сколько таких происшествий, когда происходит крушение на дорогах, поезда, сколько много тех людей, которые страдают от того, что кто-то сел за руль, не контролируя себя. Поэтому сегодня нам Слово Божие говорит, что душа моя, она постоянно в руке моей. Постоянно. Поэтому нам нужно бодрствовать. Бодрствовать для того, чтобы не нарушать правила и повеления Господни, которые Он оставил нам, которые мы слышим. Конечно, мы можем сегодня услышать, и человек скажет, ну, я держусь, я крепкий, я сильный, у меня нет проблемы. Я смогу все это пройти. А апостол Павел свидетельствует нам и говорит совершенно о другом. 1 Коринфянам 9 глава, 27 стих. «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Братья и сестры, а это к чему? А это серьезное предупреждение апостола Павла. «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Что мы делаем тогда, когда сильный ветер? Может, мы не были в такой ситуации. Я думаю, самое лучшее – это лечь как можно ближе к земле, когда сильный ветер. Для того, чтобы даже тогда, когда ты уверен на своих ногах, тебя не снесло. Поэтому мы делаем выборы. Твой закон – путеводитель. Так нам звучит слово. И псалмопевец в 5-й псалме, 9-й стих говорит, «Господи, путеводи меня в правде Твоей. Господи, в Твоей правде хочу жить, по Твоим законам поступать. Путеводи меня, потому что без Бога мы не сможем в нашей руке делать выбор. Но, Господь, путеводи нас». Библия нас и сегодня предупреждает и говорит о многом. Она помогает нам для того, чтобы нам правильно сделать выборы в личной жизни, чтобы не было проблем в семейной, чтобы не было проблем в общественной жизни. Хотелось бы задать вопрос, кто руководит Тобой и Мной? Что руководит Тобой и Мной? Псалом 31, 8-й стих. Господь говорит, «Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око Мое над Тобою». Это дает нам ободрение, это дает нам надежду, что Господь с нами. Но выбор в наших руках. Как я поступлю? Пусть Господь благословит нас, помолится, поблагодарит за то, что мы еще живы, что мы с Ним, и Господь с нами и руководит нами. Аминь. Благодарите. Продолжение следует...